МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спайсы – это разновидность курительных смесей, синтетических в данном случае. Сегодня вы можете видеть в городе случаи трафаретной рекламы, где встречается такого рода название наркотиков, как спайс. Вообще спайсы в Российской Федерации реализовываются под названиями «Спайс 3XA», «Спайс Голст», «Спайс Даймонд», «Юкатан Файр» и еще ряд аналогичных названий, по которым можно определить, какого рода это вещество. В странах Западной Европы и в США давно уже запрещены, а запрещен оборот спайсов и такого рода курительных смесей. Такие страны, как Франция, Германия, Австрия, Польша, в Японии тоже запрещены незаконные обороты таких курительных смесей. В России до 2010 года не было законодательного регулирования, запрета на оборот таких курительных смесей. С 2010 года, соответственно, ограничен оборот, они изъяты из оборота и запрещены. А сформированная судебная практика рассмотрения дел подобного рода существует? Да, конечно, существует. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает достаточно большой перечень деяний и составов преступлений, за которые наступает ответственность. Здесь нужно отметить, что курительные смеси, в принципе, подразделяются на два типа. Это курительные смеси, которые в своем составе содержат вещества растительного происхождения и курительные смеси, содержащие, соответственно, вещества синтетические. Наибольшую опасность, конечно, представляют синтетические компоненты, формула спайсов, наркотических веществ, которые входят в состав этих курительных смесей, довольно часто меняется. Мы наблюдаем, что фактически каждую неделю, две недели, в зависимости от реакции государства на тот или иной вид курительных смесей, изменяется формула, ну и, соответственно, уже нет регулирования, запрета на распространение такого рода курительных смесей. То есть, проще говоря, у нас есть одна формула наркотика, как только ее запрещают, тут же разрабатывается. Разрабатывается фактически по своему воздействию на организм, по своему психотропному воздействию. Они аналогичны, но формула видоизменяется. Вред и потенциальная угроза жизни и здоровья людей остается та же, тем более, что когда динамично меняется формула, последствия употребления такого рода веществ прогнозировать весьма сложно. Ну вот сбыт, в частности, в центральном районе, как, наверное, и по всей Крымской столице, и по всему полуострову, наверное, присутствует. Но вот были факты возбуждения непосредственно уголовных дел? Да, конечно. Работа ведется всеми правоохранительными органами республики. Вы знаете, что сегодня на территории республики сформирован такой специализированный орган, как ФСКН, это Федеральная служба контроля за оборотом наркотиков, в полномочия, которые как раз-таки входят в борьбу с такого рода веществами. Значит, этими же вопросами занимается и полиция республики. Естественно, этому уделяется огромное внимание, ежедневная работа по выявлению фактов незаконного сбыта, хранения таких курительных смесей, которые содержат в себе наркотические средства. Ну и, соответственно, судебная практика, безусловно, есть. Она уже давно сформирована на территории всей России и, естественно, успешно применяется и на территории республики. Ну а вот непосредственно в прокуратуру большое ли количество жалоб поступает от самих крымчан? Нет, в прокуратуру большого количества таких жалоб нет. Скорее, эта работа, вы прекрасно понимаете, что работа эта скорее отнесена к компетенции оперативных подразделений, которые как раз-таки занимаются выявлением. В таком случае вполне закономерный вопрос, почему прокуратура решила заняться вот непосредственно этим направлением работы? Ну, в первую очередь, потому что прокуратура является в силу законодательства тем органам, которые координируют деятельность других правоохранительных органов, соответственно, ориентируют на насущные проблемы, которые сегодня есть в обществе. Естественно, прокуратура занимается и надзором за уголовно-процессуальной деятельностью органов, следствия и оперативных подразделений, которые занимаются непосредственно выявлением таких преступлений. А я вот слышал, что отчасти это связано еще с тем, что были факты смерти, да, вот в результате употребления? К сожалению, зафиксированы факты летальных исходов в результате употребления таких курительных смесей, что, в свою очередь, естественно, вызывает резонанс и реакцию общества и государства в лице правоохранительных органов и, в частности, прокуратуры. К сожалению, в большей степени подвержены, наверное, подростки, да, вот это пагубные привычки, они хотят попробовать чего-то нового, каких-то новых ощущений. Что грозит тем людям, которые привлекают подростков к курению смеси? К сожалению, наверное, самый частый потребитель – это молодые люди, и, к сожалению, зачастую это несовершеннолетние. Поэтому и остро стоит этот вопрос, с учетом того, какую угрозу несет в себе курительные смеси, соответственно, и реакция должна быть быстрая со стороны государства. Значит, сегодня ведется, как в частности прокуратуры, достаточно большая работа. Мы проверяем образовательные учреждения, потому что это места, где зачастую люди, которые занимаются как раз-таки сбытом такого рода курительных смесей и находят своих потребителей. Пути разные, вплоть до разбрасывания по территории общеобразовательного учреждения упаковок с курительными смесями. После того, как, соответственно, несовершеннолетние, либо лица, которые подобрали эти курительные смеси, их употребляют, получают галлюциногенный эффект. Ну и уже после этого вызывается привыкание, и после этого уже осуществляется продажа за деньги. Максим Анатольевич, я, честно говоря, хочу отметить, я сам не единожды по городу видел трафаретные распыления с номерами телефонов. Вот в таком случае, мне кажется, проще простого найти сбытчиков. На самом деле, не все так просто. Как правило, на трафаретах нужно обращать внимание, безусловно, на такие трафареты и просьба гражданам, которые будут смотреть нашу программу, реагировать на такие факты. Если вы видите, что где-то есть трафаретная надпись, примерно содержание соли, марки, спайсы, курительные смеси, и, соответственно, зачастую там адрес интернет-ресурса, на который нужно зайти, соответственно, получить информацию. Пожалуйста, обращайтесь в ближайший отдел полиции и сообщайте о таких фактах. Потому что правоохранительные органы, естественно, фиксируют и занимаются проверкой уже в дальнейшем собственников таких информационных ресурсов и реакции, фиксации. А вот сама прокуратура, как может, какие меры реагирования принимать по факту сбыта наркотической продукции? Значит, любая прокуратура, если гражданин владеет информацией о том, что где-то осуществляется незаконный сбыт любых наркотических средств, не только спайсов, он может обратиться в соответствующую прокуратуру своего района, и его всегда примет дежурный прокурор, оперативно примет информацию и передаст оперативно эту информацию в соответствующее подразделение правоохранительного органа, которому будет уже заниматься фиксацией и выявлением этого правонарушения. Вот как следует поступать, если человек стал свидетелем продажи тех же курительных смесей или любого другого наркотического вещества, так сказать, чтобы не было угрозы для жизни? Понятно, что многие боятся. Нужно понимать, что правоохранительные органы обеспечивают конфиденциальность обращения и сообщения лиц о известных фактах распространения наркотических средств. То есть можно не бояться, смело приходить либо в отдел полиции, либо, соответственно, обращаться в прокуратуру, либо в федеральную службу контроля за оборотом наркотиков. Каждый из этих органов обладает телефонами доверия. Можно, если есть опасения за свою жизнь и здоровье, обратиться по телефону доверия и просто сообщить в анонимном режиме ту информацию, которая известна о такого рода незаконной деятельности. И еще возвращаясь к теме подростков, в принципе, отчасти это вина и родителей. Вот в таком случае какое наказание грозит им? Безусловно. Здесь нужно, опять же, подразделить на два момента. Первый момент – это не всегда родители виноваты, что они недосмотрели ребенка, который в интернете поинтересовался вопросом приобретения, например, курительной смеси. Зачастую это происходит из любопытства в несовершеннолетнем возрасте, желания попробовать, самоутвердиться, так же, как другие его специалисты. Но ответственность они несут, да, тем не менее? Естественно, родители несут. Если будет выявлен несовершеннолетний в состоянии наркотического опьянения, впрочем, как и алкогольного опьянения, родители несут, предусмотренного кодексом об административных правонарушениях, ответственность в виде штрафа. Максим Анатольевич, вам большое спасибо, что пришли, вам успехов в вашей работе. У нас на этом все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с Первым Крымским.